В крайнем видео меня попросили поподробнее записать ролик о четырех задачах человека на воплощение, ну мужчины в частности. По-хорошему тема настолько объемная, что она оставит штатив и писает целую лекцию. Но сегодня времени на это нет, а тема горячая, она крутится в голове. Я подумал, а что бы не записать вот так вот при помощи просто телефона. Тема мировоззренческая. Она для многих людей лежит вне понимания. Они говорят, ну это там язычество или там какой-то ненаучный подход. А для некоторых людей это вообще не требует доказательств. Все прекрасно понимают, что человек, да, это тело. По аналогии с телефоном это железо. А внутри телефона железо может быть просто кирпичом. И тело может быть просто, ну просто, ничем, да, бревном. Есть операционная система. Причем операционная система рассредоточена. Часть находится здесь на железе, а часть находится совершенно в другом пространстве. И соединяется определенными каналами связи. Вот та часть операционной системы, которая находится вне тела, называется Отец с большой буквы. Или Дух. В другом соответствии с православной традицией. Перед тем, как тело начинает строиться, Дух, Отец, начинает создавать аватару. Перед тем, как в маме, которую Дух выбирает, перед тем, как маму выбирает, да, проводится ряд планировочных и согласовательных мероприятий между всеми заинтересованными лицами, в частности, живущими, папой и мамой, как минимум, бабушками и дедушками, живущими представителями рода, и представителями рода, находящимися там. И эти согласования называются договорным воплощением. То есть, человек, который здесь воплощается, он приходит сюда не просто так, а он приходит с определенной целью. И вот эта жизнь между точкой входа и точкой выхода, это называется университет. Причем каждое воплощение, а их несколько, это учеба определенного типа задач. То есть, каждое воплощение решает свои задачи. Договор на воплощение на входе, отчет по договору на выходе. Вот этот образ нужно понимать в самом начале, для того, чтобы адекватно воспринимать то, что я скажу дальше. Получается, что в этом плотном мире воплощается аватара, который имеет отражение наверху. У этой аватары есть своя операционная система, которая самообучаемая. И главная задача человека, в самом широком смысле слова, пройти все свои прохождения за это воплощение. И вот они могут быть разные, в разных воплощениях так точно разные. Но они всегда, независимо от призвания, они всегда имеют четыре базовых цели. Первая цель, я назвал в том видео, что это семья, на самом деле это вторая цель. А первая цель, это, конечно, найти личное и индивидуальное призвание. В договоре на воплощение там, в том пространстве это все прописано. А здесь об этом никто не может сказать, кроме самого человека, который через подсознательные каналы должен почувствовать, чем он должен заниматься в этом мире. И вот эта задача, она с одной стороны очень важная, с другой стороны она индивидуалистическая. Потому что найти свое призвание и сделать так, чтобы это призвание тебя кормило, это решить индивидуальную задачу первого уровня. Понятное дело, отсюда сразу становится понятно, что некоторые профессии это так, времяночка, это не призвание. Ну там, например, я не знаю, охранник сутки через строя, сезонный бармен или официант и так далее. Это все времяночка, а человек на самом деле должен искать свое призвание. Он должен решить задачу своего дела. У мужчины дело в числителе, то есть на первом месте. Дальше в знаменателе у мужчины, его женщина. Вот эти все мужские движения, которые на самом деле направлены на снижение рождаемости и недопущение, чтобы каждый воплощенный человек решил задачи своего воплощения и исполнил договор, заключенный на входе. Их основная задача, если убрать все надстроечки, наваждения и так далее, это их основная задача сбить с пути. Чтобы договор или предназначение не было исполнено. А вторая задача после индивидуального дела, это вопрос семейной кармы. То есть каждый мужчина, приходящий сюда, поскольку в него вложили огромное усилие, энергию, ресурсы, не только живущие представители рода, но и представители рода, находящиеся там, еще не воплощенные или уже не воплощенные. А они же циклически воплощаются. Он имеет определенный аванс. Это долг. Это долг, с одной стороны, отдавать им не надо. Хотя, с другой стороны, часто бывает ситуация, что воплотившие тебя уходят и воплощаются, если не у детей, так и у внуков. И по-хорошему, ты возвращаешь долг. Некоторые люди, так называемые child free, которые говорят, что это нам не нужно, они долг не отдают и, соответственно, получают галочку, ответочку, которую они будут отыгрывать впоследствии здесь, во время этого воплощения или уже потом. Первая задача – это дело, которое должно соответствовать призванию. Это призвание в большей части индивидуалистическое. То есть, это твоя профессия, которая тебя должна кормить и должна развить твои таланты. А тебе дается под это дело таланты. Вторая задача – без талантов, но ты обязан построить семью и воплотить следующее количество представителей своего рода. Это очень тяжелая карма, потому что она требует согласования, она требует умений, навыков, терпения, такта, очень многих вещей, которые вне семьи просто не приобретаются. А это все университеты. То есть, те люди, которые говорят, да зачем мне семья, они просто говорят, я не буду выполнять свое предназначение, я не знаю, будет ли мне ответочка. Но на самом деле, подсознательно, в нормальном состоянии, они прекрасно понимают, что они не исполняют свою задачу. Третья задача – коллективистская. Это задача для людей, которые в предыдущее прохождение прошли основные уроки и теперь они становятся управленцами и лидерами. Типичный пример – это Сталин. Он родился в семье Сапожника, а стал царем мира и построил международную систему социализма. Восстановил золотую Орду в ее границах. Представляете себе диапазон прохождения из семьи Сапожника в царе мира? Это очень серьезное прохождение. Это очень серьезная задача на воплощении, которую человек решил. Причем в момент ухода, я вас уверяю, все практические задачи, галочка, исполнение, стояло. Третья задача – она общественная. То есть можно быть хорошим, я не знаю, гончаровым, хорошим скрипачом, хорошим профессионалом в какой-то области, но основная задача первой задачи – это накормить себя, это приход, это получать, 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 получать. Вторая задача семейная – это уже способность отдавать. Именно поэтому подавляющее большинство мужчин из мужских движений не способны. Они упрекают все внешние обстоятельства, но на самом деле они не способны ничего отдать. У них все разговоры – дайте, 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 дайте нам законы, дайте нам ресурсы, дайте нам отношения женщин. Сами мы же ничего дать женщинам не можем, а женщины пусть нам дадут. Третья задача общественная – это дать столько, чтобы преобразовать мир. Но это способны не все, но такие задачи есть у каждого в его договоре. Ну и четвертая задача, она специфическая, она относится к вещам духовного роста. Это для тех людей, которые решили обязательно первую, вторую, третью задачи. И тогда они могут заниматься духовными практиками и непосредственно общением с Богом. Очень часто бывает подмена. Люди занимаются духовными практиками, но у них и в профессии бардак, и семьей они не занимаются. Семья разрушена, дети непрекаянные. И в общественной жизни так себе. А они все вот там. Там тоже речь идет о том, что они отдавать не могут, они там получают некоторые ресурсы, там тоже есть обманочка. Вот это вкратце все, что касается четырех задач основных. Они есть у каждого. Очень многие люди, которые живут на уровне биоробота, там, дайте мне денег, дайте мне пожрать, дайте мне секса, и не надо меня грузить моими обязанностями, я никому ничего не должен. Это все управляющие модули, которые перехватывают управление и превращают человека, рожденного для великих свершений. Но свершения делаются трудом и отдачей. Переход происходит на уровне лени, любви, комфорта, гедонизма, неумению поднять свою задницу, неумению переключать и концентрировать внимание, вообще нежеланию что-либо делать и менять в себе, выработка автоматизмов, страхи, что это у меня не получится. Это все способы увода человека от его пути, который он себе выбрал перед рождением, когда подписывал договор на воплощение. Вот это вкратце философия, которую мне впервые в 86-м году рассказал один офицер. Мы были в военном училище, это в 86-м году, это была первая практика в войсках. Мы поехали в Одесский военный округ и там в одной части практиковались. Так вот, по-моему, он был майором, он мне эту философию рассказал. Это был семейный человек, это был округ ПВО, Одесский военный округ. И вот эту философию он мне рассказал. А потом всю свою жизнь, все мои браки, все мои дети, все мои прохождения, вот эту философию каждый раз подтверждали. Я не находил в жизни больших противоречий вот с этой генеральной линией. Собственно говоря, почем купил, потом и продаю. Можете соглашаться, можете не соглашаться, это дело такое. Главное – это момент входа и момент выхода. И вот на момент выхода, с чем вы придете, на руках-то будет договор. Что вы из этих задач сделали – это очень большой вопрос. Желаю удачи в исполнении мечт и желаний. Желаю удачи в исполнении мечт и желаний.